Когда мне было лет 10 и я отовсюду слышал о том, насколько ММО крутой жанр, а мой бедный компьютер с 512 мегабайтами оперативки не мог нормально потянуть и Тетрис без просадок, я и подумать не мог, что через пару лет жанр ММО переберется на мобильное устройство. Сейчас же я не могу поверить в то, что в самых глубинах азиатского мобильного игропрома нашлась ММОшка, которая на данный момент является чуть ли не воплощением уже давно знакомой всем игрой World of Warcraft. Однако на мобильных платформах и, конечно же, с очень хитрым азиатским плагиатом, до которого не докопаешься. Судя по видеоряду, который шел наряду с моим вступлением, не особо интересующиеся ВОВом игроки и вовсе могли подумать, что это ВОВ, но нет. За микрофоном, кстати, как всегда плагиаты, давайте же посмотрим, насколько у китайской версии мобильного ВОВа под названием World of Kings получилось передать тот самый Вайб. И стоит ли вам скачать и попробовать сие чудо на вашем телефоне? Как любая другая ММО, ну, практически любая другая ММО, начинается вся движуха с создания персонажа, и World of Kings не исключение. Всего на выбор доступно 4 расы. Орки, человеки, эльфы и дворфы. В глаза сразу бросилось то, что каждая раса может выбирать любой из 9 классов. То есть даже вот этот брутальный орк может резко стать лучником, магом, колдуном, чародеем, паладином и так далее. Такой олд, как я, не то чтобы очень одобрял это, но с другой стороны глупо отрицать современные тенденции, которым следует каждая ММО. Особенно на таком огромном рынке, как китайский. И да, не обошлось со стереотипными няшными девками почти без брони и с огромными пушками. Не, ну а шо вы хотели? Зато канон. Во время выбора класса персонажа вы можете перейти в отдельное меню и посмотреть на все способности, которые будут доступны вам при дальнейшей прокачке персонажа и при морфе его в различные ветки. И да, вы наверняка уже заметили, что игра на английском языке. Для меня это не составило проблемы, однако в отзывах к игре вы найдете кучу комментариев от русскоязычных пользователей, которые в 21 веке не знают английского и не могут получить весь экспириенс от игры. Думаю, впоследствии русскоязычный перевод появится для расширения охвата аудитории. Хотя, может найдутся и умельцы, как получилось в ТСО. Из своего опыта игры могу сказать, что если лор в World of Kings вам не интересен, а удовольствие вы получаете лишь от жесткой прокачки и прохождения данжей, английский язык для вас проблемы не составит. После завершения покраски моего личного орка, который отдаленно напоминает перекачанного Геральта, мы погружаемся в игру с первой катсценой, которая вводит нас в курс событий. Че да как здесь происходит, кто с кем воюет и так далее. Обычная картина. И тут я, к слову, наконец нашел настройки графики, поэтому не пугайтесь, если вы уже сдались на видеоряде с созданием персов в квадратиках. Если у вас достаточно мощный телефон, вы сможете без проблем получить вполне себе хорошую для ММО картинку. Сами гляньте. Первое, что бросается в глаза после начала непосредственной игры, это некоторые автодействия. Например, автобег к квестовому персонажу при нажатии на нужный вам квест или автоатаки при столкновении с противником. Поначалу это немножко раздражает, однако вспоминая, что это игра для мобильных, такая экономия времени мне по душе. Это я про автонахождение квеста, а не про боевую систему. Там я отключил все автодействия в настройках, чтобы эта ММОшка для меня не превратилась в игру, которая играет сама в себя. Боевка здесь открытая, то есть вам не приходится бить одного выбранного персонажа без возможности отбежать и навалять еще троим. Таким образом, я без проблем крутился, вертелся и выносил по 3-4 орка. Также здесь, по крайней мере, в мейн-квестах присутствуют прикольные моменты, типа взберись на дракона и разбомби этого огромного огра, иначе всем капец. И там еще момент с корабельной пушкой, что немного разбавляет геймплей и делает прохождение основного квеста куда более интересным и вариативным. Пока я тут распрягал вам за геймплей, мы добрались до анимешника-злодея. Я думаю, он тут мейн-злодей, но вообще он тут злодей первой главы, который грозился уничтожить всех орков или забрать могущественный артефакт. Короче говоря, сделать что-то, что входит в обязанности злодея. И после нехитрого сражения мы развалили его в несколько рыл. Затем последовала эмоциональная сцена, в которой нашу подругу убивает этот злодей, и мы покидаем начальную локацию и перемещаемся в местный Тельдрасил. И здесь у вас может встать вопрос. А где люди? Или скорее, почему их так мало? Обычно же в локациях с новичками народу пруд-пруди. Скажу так, их достаточно. При заходе в игру мне вообще показалось, что все серваки забиты под завязку. Объяснением, думаю, будет тот факт, что за первый час игры, не без кучи опыта с основного квеста, конечно же, я апнул 10 уровень, что очевидно говорит о высокой скорости прокачки. Кстати, касательно прокачки персонажа. Система талантов в игре выглядит несложно. Особенно мне понравилась функция с рекомендованными прокачками, которая показывает даже сколько процентов игроков выбрало тот или иной талант на вашем уровне. Это облегчило мне выбор и позволило сделать его максимально рациональным. Да, может, я и сделал себе танка, как все рабы системы. Однако, если вы захотите следовать вашей уникальной прокачке, можете выбирать, что хотите. Ограничений нету. В результате этой самой быстрой прокачки народ и не сидит в локациях второй главы, так как ловаки летят только вперед. Поэтому весь народ сидит в каком-нибудь Тель-Драсиле 2.0 или бегает по данжам. Кстати, о них. В игре, конечно же, есть подземелья с разнообразными боссами. Данжи, конечно же, различаются по сложности. Для прохождения локации может понадобиться от 5 до 25 человек. Всевозможные бои, естественно, проверят вашу командную работу и ваши собственные способности. Из всех движух с данжами, в которые я побывал, мне понравилось пару вещей. Первое. Самый первый данж вы проходите в команде с вашими ботами-друзьями, для того, чтобы, очевидно, ознакомиться с тем, как это вообще работает в World of Kings. То есть в самом первом данже вы получаете максимально дружелюбный экспириенс, и это круто. Второе. Вы можете искать пати как на вашем сервере, так и подрубить кросс-серверный поиск, чтобы максимально быстро сгонять на нужного босса и быстренько залутаться. И третье, наверное, самое главное. В World of Kings нет элементов Pay to Win. Самую мощную кипровку дают в подземельях. А полагаться стоит прежде всего на сильную гильдию, в которой вы, наверное, будете состоять, если вам игра понравится, и слаженную команду. Но несмотря на отсутствие Pay to Win системы, косметического доната в игре нормально так. И хорошо, так как косметика не дает никаких преимуществ, только немножко флекса. А шопа PvP. Несомненно, в World of Kings, естественно, есть и PvP. Будь я не PvE-игроком, которому нравится добираться до воды, будучи черепашкой, или собирать травой, я бы сразу побежал кромсать и рубить. Особенностью PvP-режима в этой ММО является тот факт, что статистика в PvP-сражении будет автоматически сбалансирована. Ваше время, проведенное в игре, будет игнорироваться. Проверяться будут только ваши умения. С таким подходом вы сможете по-настоящему ощутить честную конкуренцию. Максимальный баланс и максимальная справедливость. Вот что я люблю. В заключение могу сказать, что даже несмотря на вышесказанное, советую вам самим протестить сие мобильное приложение. И поделиться своими собственными ощущениями и экспириенсом в комментариях. Мне лично было очень забавно там побегать, хоть и не без ощущения того, что еще одна локация, и я точно попаду в Вов к Королю Ильичу. Как говорится, лечу к Королю Ильичу. Ладно, я уже потихоньку поплыл с шутками. В любом случае, если обзор вам понравился, буду благодарен лайку и подписке на канал. Ссылку на World of Kings вы найдете в описании, а меня в игре по нику Плагиатища. Еще раз большое спасибо за просмотр и увидимся в игре.